Добрый день! Хочу приготовить ппшные оладьи из баклажанов, или как их еще называют, синенькие. Так, у меня тут килограмм, ну там 990 грамм, если быть точным. Чеснок я уже помыл, его почистил, несколько зубчиков. Вместо муки, конечно же, отруби овсяные, это альтернатива муки у нас. И белки от яиц, ну можно из обычных яиц, у меня просто в бутылке, так удобнее. Не надо думать, куда делать деть желтки. Так, ну соль, перец, конечно, само собой по вкусу. Для начала, баклажаны мы почистим, потому что шкурка у нас очень толстая, неудобно тереть на терке. Поэтому чистим баклажаны и терем на крупной терке. Баклажаны почистил, они немножко темнеют, ничего страшного. Теперь начинаем их тереть на крупной терке. Если серединка, вот там, где семечки, будет плохо тереться, значит просто ножичком измельчаем. Так, все, баклажаны натер. Чеснок тереть сюда пока не торопимся. Сначала надо лишнюю влагу брать. Для этого мы подсадим наши баклажаны. Все, перемешаем и оставим на пару минут. Как он влагу даст, потом мы отожмем лишнюю влагу. Можно сразу в сито переложить, и там посолить, и просто потом нажимать, и лишняя влага сама уйдет. Я же просто отожму и солью лишнюю влагу. Так, все, все-таки через дуршлаг я выжал свои баклажаны. Видите, как они утрамбовались, их уже не так много, как в начале было. Теперь на мелкой терочке натираем все от чеснок. Так, чеснок я натер. Теперь ставим на весы, чтобы понять, сколько отрубей добавлю. Так, если вам не видно, просто верьте мне на слово. Добавляем отруби овсяные. Напоминаю, баклажан у меня был ровно килограмм. Ну вот, наверное, давайте 80 грамм. 100, мне кажется, много. Так, и белки. Ну, белков. Одно яйцо-то это где-то 30 грамм белка. 83. Так, где-то добавил я 17. Так, 62 белка от яиц. Ну и, конечно, черный перчик. Соль у нас уже есть. Баклажаны мы солили. Все, теперь мы все это замешиваем. Весы убираем. Замешиваем и оставляем минут на 20-30 набухать отруби. Так, мне показалось мало белков. Давайте еще добавим, наверное, один белок. Если добавляете яйца, то два яйца целиковых можно добавить просто сюда. Они не заморачиваются с белками. Все равно мы эти оладьи будем есть первую половину дня. Потому что чернически обработанные овощи мы не едим уже по вечерам. Можно и съесть яйца, ничего страшного. К тому же они распространяются на большое количество оладьев. И в каждых оладушках будет не очень много желтка. Так, прошло 40 минут. Настоялась наша масса баклажанная. Теперь, я думал, ложкой буду выкладывать оладьи не получится. Довольно густой получился. Значит, смачиваем руки в отге. Сковородка у нас без всякого масла, разумеется. И лепим котлетки. Но не очень толстые. Вот такие вот, буквально тоньше сантиметра. Выкладываем на сковородку. Лишнюю влагу отжимаем. Не нужна она нам здесь. В первую сторону лучше накрывать крышечкой. На среднем огне, ну не знаю, посмотрим. Может быть минут 7-10. Так, прошло 5 минут. Я думаю, пора переворачивать их. О, достаточно поджарено. То, что надо. Теперь можно даже, наверное, без крышки. Хотя они толстенькие. Давайте наполовинку прикроем. И тоже, я думаю, минутки 3-4, может быть. Ну все, собственно, оладушки готовы. Даже скорее котлетки, а не оладушки. Такие толстенькие они получились. Получилось ровно 8 штук. Вот, а с килограмма баклажанов. Но не забывайте, что это термически обработанные овощи. Плюс там еще присутствуют отруби. Это все-таки углевод. Поэтому на тарелке должно быть половина из всех овощей. И, соответственно, углевода, то есть крупы, должно быть чуть меньше, чем обычно. Потому что здесь они тоже присутствуют. Всем приятного аппетита. Готовьте такие оладушки. Изобретайте что-то свое новое. Продолжение следует...